Скажу честно, меня не всегда устраивает вокал, который я получаю от вокалистов. Иногда это бывает хуже, лучше, тут никогда не угадаешь. Но когда ты работаешь с профессионалом, как правило, он присылает вариант, который превосходит твои ожидания. Потому что когда ты отправляешь свою музыку, ты думаешь, вот мне придется много рассказывать, объяснять, что я хочу, как это должно звучать. Но когда работает профессионал, он присылает в ответ свою музыку, которая превосходит твои ожидания. Вот так было в частности Skyler England. Оба трека, где она записала для меня вокал, он превзошел изначально мои ожидания и вообще был не такой, какой я задумывал. Но в конце мне понравилось даже больше и я с удовольствием вставил его в трек. Остановимся еще на одном аспекте. Как работает вокалист, самостоятельно или с агентом? Существует большее количество вариантов, чем просто с агентом или самостоятельно. Вот, например, есть такие певицы, как Зоя Джонсон и Анна Криада. Зоя Джонсон работает с коллективом Above and Beyond и кажется, что у нее эксклюзивный договор. До нее не дописаться, не дозвониться невозможно и, скорее всего, свои треки она записывает, как правило, только с ними. Что касается Анна Криада, я тоже очень хотел записать с ней трек и у меня это получилось, но это тоже было непросто. Она работает с известным сан-продюсером из Нидерландов, Раз Нитсеном, и для начала ты высылаешь все материалы ему. Он их слушает, смотрит, а дальше уже решает, достаточно ли ты хорош для того, чтобы сотрудничать с Анной Криадой или нет. После этого он пересылает материалы ей и она уже смотрит второй раз, но, как правило, соглашается, потому что то, что отбирает разница, уже ее, как правило, устраивает. И третий вариант, если вокалист работает сам, тут вообще есть плюсы и минусы, потому что ты можешь написать и получить контакт, и, скорее всего, сотрудничество выйдет даже дешевле, но музыкант, это творческий человек, он может не просматривать почту, он может отвечать неделю, месяц или больше, или может вообще у него быть творческий кризис, когда ему вообще никакое творчество не интересует, и он просто уйдет в себя и, не знаю, будет заниматься чем угодно, путешествовать там или что похуже, но так или иначе с ним сотрудничество будет построить сложнее. Если у вокалиста есть агент, это является определенным плюсом, потому что он всегда остается онлайн, решает вопросы сразу же, но минусом будет то, что, конечно, цена будет другой, потому что он, конечно, мониторит рынок, он знает, что сколько стоит и будет тебе предлагать цену, которая находится на максимуме, ты уже будешь с ним пытаться торговаться, и, как правило, они не очень уступают. Поэтому есть плюсы и минусы работать с агентом, плюсы состоят в том, что легче дозвониться и понять, будут в принципе с тобой сотрудничать или нет, минусы состоят в том, что это будет дороже. После того, как вы договорились с агентом обо всем, он высылает контракт, и пока ты его рассматриваешь, они готовят демку на твой материал. Ты подписываешь контракт, высылаешь им предоплату и получаешь музыку, вокал, вокалиста на твой трек. Это, конечно, очень волнительный момент, и сразу же его вставляешь в трек, слушаешь и получаешь массу эмоций. Как правило, они высылают вокал в двух версиях – без обработки dry и с обработкой wet. Для чего они это делают? Ну, во-первых, у них есть более… иногда бывают более профессиональные звукооператоры, которые убирают так называемые звуки рта, когда они поют. Это всякие вдохи, выдохи, щелканье, причмокивание. Они не любят, когда они слышат это в готовом вокале. Для этого они делают версию wet с эффектами. И также они присылают версию dry для того, чтобы вдруг у тебя будет вообще самый крутой аудиооператор в мире. Он этот вокал обработает совершенно фантастическим образом, и это так их затронет, что они говорят, скажут «Ну хорошо, давай будем использовать твой вокал». Какой еще есть аспект работы с вокалистом и его агентом. Когда ты записал трек и начинаешь работать с лейблом, нужно, чтобы контракт подписал не только ты и лейбл, но и вокалист. И когда у вокалиста есть агент, будь уверен, что все будет сделано в лучшем виде. Контракт будет подписан вовремя, и у тебя не возникнет никаких проблем. Если же ты работаешь с вокалистом напрямую, он, как живой человек, может уехать куда-нибудь, заболеть, у него может испортиться настроение, он может уйти в какую-то депрессию, и ты потеряешь его из виду на несколько месяцев. Это очень неприятно, потому что ты заплатил какие-то деньги, и работа с лейблом задерживается. Соответственно, задерживается и выпуск трека, его релиз. Конечно, в этом смысле работать с агентом гораздо проще. У меня был случай, когда я пытался записать вокал в течение полутора лет, и там не было агента, который бы доставал вокалиста из разных ситуаций. Я не знаю, что там было на той стороне, но факт остается фактом. Полтора года я не мог получить вокал на свой трек. Это, конечно, расстраивает. Но в остальных случаях, конечно, когда ты работаешь с вокалистом напрямую, это проще, особенно если ты с ним сдруживаешься, ты можешь ему звонить, рассказывать свои идеи, нет никакого официоза в отношениях. Это, конечно, приятно. Со временем, я уверен, у вас это тоже начнет получаться. Конечно, наличие вокала в треке – это очень здорово, потому что голос – это лучший инструмент, который придумала природа. Со своими оттенками, с чувствами, дополнениями. И он совершенно уникальный. Тот вокал, который будет звучать в твоем треке, больше не будет звучать нигде. И это очень круто. Поэтому на вопрос, стоит ли заморачиваться с работой с вокалистом, писать ему письма, требовать вовремя прислать вокал, вести переговоры с его агентом, с лейблом и все это утрясать – мой ответ – да. Однозначно стоит, потому что твой трек гораздо лучше будет восприниматься лейблом, слушателями, и самому себе он будет гораздо больше нравиться. Поэтому не экономьте. Если есть желание написать трек с вокалом, пытайтесь. Не выходит с одним вокалистом, пытайтесь с другим. Но наличие вокала в треке дает ему огромный плюс. В следующем видео я расскажу вам о том, стоит ли вживлять в трек русскоязычный вокал или английский вокал с русским акцентом. Я на этом съел собаку и поделюсь с вами с удовольствием своим опытом. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и слушайте музыку своего сердца.